Потому что я не знаю, потому что я не могу читать имя. Это мой вопрос. Понравил себе этот клип, потому что это тоже новое молодежное творчество. Данное видео Томас Андерс не видел, однако если мы говорим о Киркоеве как о личности, то мы знакомы с ним лично. Ну и конечно же его творчество и знать. Потому что когда мы говорим о личном знакомстве, то конечно же это другой вопрос. Пожалуйста. Добрый день. Уважаемый Солнце, вопрос следующий. Не секрет, что у вас очень много поклонников по всему миру. Но и не менее не секрет, что в России вас любят особенно, особенно женская половина, публики естественно. И вопрос следующий. Чем-то атмосфера в зале в России отличается от других стран? И еще удивляли ли вас русские поклонники? Делали ли вам какие-то приятные сюрперизы? То есть русский поклонник для вас? Какое он? Спасибо. Добрый день, Томас. Вы действительно известны в мире. Вы есть фанеры в каждом стране. И действительно вы очень известны и популярны в России. Особенно с нашим Рименхардом. И вопросом. Возможно, ваших фанатов, кто-то, 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 кто-то? Какой фан? Фанерсинский поклонник для вас? Я действительно есть чрезвычайные кипятки, куда-то я издаляю. Но я могу сказать вам что есть одна швадка из русской фанклубы. Она всегда приедет в русской мастерде. Русской мастерде? потому что у вас очень вкусный и очень вкусный и очень вкусный и очень вкусный и очень вкусный. И я once said, пожалуйста, не дай мне, потому что я не могу так много мастер в моей жизни. Потому что это большой, ты знаешь, и я беру это мастер. Вы знаете, ты идешь в стране, ты путаешь в стране, и в прессе это не сладко, или это не, я не знаю, линь, это мастер. Просто мастер. И в каждой вариации, даже для меня, я сам, ты знаешь, только пудр, и как использовать и добавить воду. И, ты знаешь, я очень вкусный в русском мастер. На самом деле мне были несколько экстраординарные подарки. Мне вот хотелось бы вспомнить об одной поклоннице из русского фан-клуба, которая дарит мне горчицу. И горчица, русская горчица, это не шоколад, это не лено, русская горчица. И на самом деле я должна сказать, что настолько у меня уже много вариаций этой русской горчицы, что можно и самому ее приготовить. И она и острая, и я на самом деле, конечно же, уже очень много таких сувениров домой привез. Thank you. You're welcome. Пожалуйста. Меня зовут Максим Лиха. Хотел бы задать вопрос о России и о вас. Вы знаете, очень много звезд мироводной личины уже приняли гражданство России. Это и артисты, и актеры, и даже спортсмены. Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы принять российское гражданство? Ведь еще ни один привет с мировой не выразил такое желание. И, может быть, даже открыть свою музыкальную студию в России. Я сам занимаюсь музыкой и буду вашим первым посетителем. Definitely you have heard that there are a number of well-known people who have become the citizens of Russia. Probably some sportsmen, maybe some actors, but actually there are a number of singers who wanted to become the citizens of Russia, let's say. Have you ever been thinking of becoming a citizen of that country? And probably even of making your music studio on the territory of Russia. I'm doing music myself, and I will be your first customer, let's say, and the first visitor in that studio. I never thought about, you know, to be a citizen of Russia, because I'm very happy with my German citizenship. But maybe you don't know, I just made an album, the album Strong was completely recorded in Moscow, and we did the videos in Moscow. So it depends not on me, it depends on the producers. The producers decide in which studio I have to go, or they offered me just to go to the studio where they produce. Because they know exactly the place, they know the studios, they know exactly what to do. So not only the artist is traveling always to the studios of the producers. And I think that you know about the album Strong, which was a great place for the country, and they choose a studio where you can come and write a album. И я думаю, вы знаете об альбоме «Стронг», который был записан в Москве, и, конечно же, видео были там сделаны. Ну и опять же, если мы говорим о продюсере, то он лучше понимает, какую студию лучше направит для записи альбома. Так, пожалуйста. До сегодняшнего дня на что вам так и не хватает смелости? Или что-то сделать, может быть. До сегодняшнего дня, может быть, есть что-то, что вы не сможете делать, что вы не умеете делать? Есть много вещей. Но, я не хочу даже сказать, что никто, ни человек, ни человек может делать все. Все, что не будет в любви, потому что это человеческое. И, конечно же, все люди, они талантливые в одном деле. И у них нет определенных склонностей к другому делу. И мы все люди, и мы все что-то можем не иметь смелости сделать, либо мы не имеем таланта к этому. Например, я не умею заниматься рукоделием и какими-то вещами, где нужно работать руками, то тогда это делают для меня. Но я талантливый в одном направлении, в музыке. И, конечно же, я этим занимаюсь. Но это, в принципе, как и у всех людей, такая ситуация в жизни складывает. Пожалуйста. Здравствуйте, Томас. Я очень большой поклонник вашего творчества. И вот вопрос именно по поводу альбома «Строн», который был в 2010 году, стал одним из самых успешных в вашей карьере, сольных. У меня вопрос. Вы бы не хотели повторить это для русской публики? Вот 8 лет спустя интерес к вам не пропал, не угас, ну, все были бы счастливы. Спасибо. Я очень большой фан. И я хочу обратиться к вам, что был сделан в России. И, возможно, после 8 лет, после 2010, вы начали думать о, скажем, о том, что вы сделаете, скажем, в «Флэшбэк», и вы создали новый альбом, который создавал огромный бас в России. Как вы создавал огромный бас в России? И, возможно, в следующем году, вы думаете о том, чтобы вы создавали английский язык, который использовал в Германии. Так что, возможно, один день, я не знаю, когда это будет. Так что, работать с ним было очень прекрасно. Так что, он еще на льву, поэтому он должен был в голове, чтобы вы создавали сильный бас в России. Сергей. Я хочу сказать, что я до сих пор на связи с Сергей. Сергей Ревтовым, который являлся продюсером как раз-таки того альбома «Стронг». И должен отметить, что на данный момент я работаю несколько в другом направлении. В октябре мы должны сделать еще один альбом записать. В Германии мы должны... Я занимаюсь также двумя телешоу. И также мы работаем над еще одним альбомом, который мы должны закончить в течение данного года. Но, опять же, я хочу отметить, что я остаюсь в тесном контакте с моим продюсером. И, возможно, придет то время, когда мы вернемся к этой идее снова. Спасибо, пожалуйста. Фанатам очень понравилось вас дует Sandra. Панатам, а ваша третья? Спасибо. Я представитель Иван Клок, и все фанеры очень любят ваш дуал с Санта, и вы планируете продолжать коллаборацию с ней в определенный момент? Не знаю, потому что иногда это сложно понимать, но мы работаем в очень долгое время. Я думаю, что для всех нас это уже в Юлии, но я думаю, что для следующего года, даже на туре в Германии, и для того, чтобы начать английский язык, поэтому для следующего года будет планироваться. Итак, это может быть что-то для 2020, но потом это должно быть в порядке с Сантрой. Таким образом, это два человека, которые должны быть вместе и должны работать вместе. Таким образом, в данном случае нет ничего в порядке, поэтому я не могу сказать, но спасибо большое. Спасибо вам большое за такой комментарий за дуэт с Сантрой, но на самом деле на данный момент дальнейшего сотрудничества пока не запланировано. Я должен сказать, что вот, например, мы сейчас находимся в Юлии 2018 года, но уже следующий год полностью распланирован. Я думаю о туре, я думаю о выпуске альбома для англоговорящих людей, и если говорить о возможном сотрудничестве с Сантрой, то, наверное, это стоит думать о 2020 году. Но, опять же, не стоит забывать, что дуэт это два человека, и поэтому нужно думать также и о планах Сандры, поэтому сейчас сложно сказать. Но, опять же, спасибо вам большое за то, что вы оценили данное сотрудничество. Спасибо. Томас, есть ли какой-то девиз у вас, либо изречение исторической личности, которая вам нравится, и которым вы руководствуете с той или иной ситуацией? Томас, может быть, у вас есть какой-то модуль в жизни, или у вас нравится ценность людей от каждого сентября, которую вы обычно acceptете и admitете в любом ситуации, которая может происходить в вашем жизни? Что значит она? Да, может быть, у вас есть ценность в жизни, скажем, ценность или заявление, что делает вас идти вперед, что это философия в вашем жизни? Ну, не реально. Но вы, и все, не только я, должны быть интересны о жизни. Вы должны быть интересны о том, что могут быть интересны, которые, возможно, не могут быть. Таким образом, у нас есть слово в Германии, и я пытаюсь поставить это в правильные слова в английском языке. Это «Нет, мы имеем в виду». И «Да», вы можете спросить. Таким образом, это значит, быть осознанным и интересным. Посмотрите, что находится в следующей части. Может быть, у вас есть еще одна возможность. Если я не искать возможность, я никогда не имею в виду. Я должен сказать, что такого однозначного девиза нет, но я хочу сказать, что я всегда руководствуюсь в жизни таким поприятием, что всегда нужно оставаться непознательным человеком. И в немецком языке есть такая фраза, что «Нет, есть и существует всегда», а «Да, нужно спросить». То есть нам нужно всегда искать, нам нужно всегда общаться, нам нужно всегда спросить, нам нужно всегда попытаться найти новый шанс и никогда не останавливаться на одном месте. Самый интересный оригинальный комплимент, который вам сделали, который был не похож на остальные. Наверное, вы помните, что вы помните, что вы помните, что кто-то уже получил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кого вы из артистов выбрали бы в качестве мужа? И вот она сказала, что я находился в топе Я немного растерялся, конечно Я не понял, что те женщины видят именно в моем характере Потому что работа у меня непростая, разъясная Но это был такой экстраординарный, необычный комплимент Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Дима Торзок Дима Торзок Но это игрок, это футбол, и в конце вы должны быть счастливым, чтобы быть в мире чемпион. Но, чтобы быть honest, вы должны быть профессионалами. И я думаю, что лучшие футбол игроки, лучшие команды, у них были успехи, и это спортсмены, и вы должны посмотреть это. Я бы сказал, что Россия не ожидала, что они уехали так много, что они уехали, и они уехали хорошие футболы. И я думаю, что сейчас есть что-то изменение, потому что у них были новые люди, они были играть разные части футболы, как-то 4 или 6 лет назад. И, вы знаете, по моему мнению, я могу видеть наши футболы, которые победили в World Championship 4 лет назад. Они сейчас 4 лет назад. И вы можете видеть. Вы можете видеть, потому что... И даже если это только, как сказать, 0.5 секунд от реакции, которые молодцы, они быстрее. Это, в конце концов, это игра. Это игра. Это игра. Это не политика. Спасибо Богу. Вы можете присутствовать в мире? Да. Я перейду. Если мы говорим о чемпионате мира по футболу, я не скажу, что я большой фанат, но, конечно же, ситуацию знаю. Ну и кто остался в финал? Франция и Хорватия. На самом деле, я должен сказать, что, конечно же, чемпионат получился несколько неожиданным. И, казалось бы, те страны, которые должны были продвинуться дальше, они выпали такие, как и Аргентина, Бразилия, Португалия, Германия. Россия в этот раз играла очень хорошо. И, конечно же, она продвинулась на несколько ступенях вперед. Германия не оправдала ожидания, я должен сказать. Но, опять же, когда мы говорим о футболе, это игра. И здесь должна быть определенная удача. Но, конечно же, не только на удачу все строится. Обязателен также и профессионализм. Если мы смотрим на футбол и на тех людей, которые приводили нас к победе 4-5 лет назад, то, конечно же, ситуация также изменилась. Потому что люди стали на 4-5 лет старше. И если мы говорим о такой игре, как футбол, здесь очень важна реакция. И, казалось бы, доля секунды может решить исход матча. Но, конечно же, самое основное, что это игра, и это не мировая политика. Один закателец. Нет. Ребята, пошли мне два вопроса. Мы уже вышли. Пожалуйста. Добрый день. Скажите, могли бы вы какой-нибудь город в России выделить, который с удовольствием вернулись бы обратно? И еще маленький вопрос. Сегодня что нам ожидает? Больше песен в Мотн-Токен или все-таки ваша соль для песен? Возможно, вы могли бы представить любой город в России, где вы бы хотел обратно. И, когда вы говорите о сегодняшний концерт, о том, что мы ожидали? Вы будете сыграть больше песен в Мотн-Токен или свои собственные песен? Мои концерты всегда есть миксер. Вы знаете, песен в Мотн-Токен и в Мотн-Токен. Вы знаете, я пытаюсь唱 песен в 80-х и 90-х. Вы знаете, что песен в Мотн-Токен и в Мотн-Токен и в Мотн-Токен, и в Мотн-Токен, и в Мотн-Токен. И, если говорить о сегодняшнем концерте, то я должен сказать, что это будет комбинация. Комбинация песен в Мотн-Токен и комбинация моих соло. Ну, и если мы говорим о любом концерте, то, конечно же, если выбирать самые хиты, которые находились на топ-чартах времен, то их около 17. И из них можно сделать, в принципе, концерт. Но я, опять же, я комбинирую и выбираю некоторые произведения, которые напомнят о тех годах 35 лет назад, когда мы вернемся, и самые лучшие хиты также вспомним. И я выбираю также из 80-х и 90-х и составляю вот фундамент концерта. Последний вопрос. Последний вопрос. Прогула. Может быть, в некотором городе в России, где вы любите вернуться? Ах, я не знаю, что я не могу сказать, потому что, обычно, люди всегда очень рады, очень приятные. Поэтому я даже не хочу сказать в одном городе, потому что это нечестно, знаете, для других. Может быть, я должен подумать, в каких городах я не показывал до сегодня. Потому что я очень уверен, что я был в больше городах в России, чем в обычных русских городах. Так что я знаю этот город. вопрос о вашем альбоме, который, я так понимаю, предположительно выйдет 19 октября. Каким вы его видите и чем он будет общаться от всего остального. Может быть, что-то особенное в этом альбоме, который будет выпущен в 19 октября. Может быть, что-то особенное в этом альбоме, что сделает это экстраординар из всех предыдущих? Ну, это прекрасные песни. Вы знаете, это альбом. И я не знаю, если это мой 27 или 28. Поэтому новые песни, для меня, это очень позитивные песни. Я думаю, что в этом случае с английским языком. Но я не скажу, что там есть специальный песни, который я хочу сказать. И я хочу сказать, что это будет лучшим. Я думаю, что для меня это из каких-то качеств. Но это из каких-то качеств. Это из каких-то качеств. Это из каких-то качеств. Это лучше, чем последний. Так что вы должны слушать это. В 19 октября. Говоря об альбоме, конечно же, песни, которые будут там находиться. И это уже 27 или 28 альбом. И я бы, наверное, не хотела выделять какую-то определенную композицию из альбома. И основное, конечно же, это качество музыки. Но если мы говорим о качестве музыки, это все, конечно же, дело в курсе. И я только лишь могу сказать, что с 19 октября вы можете им наслаждаться. Спасибо.